Редкость, когда после интервью между знаменитостью и журналистом завязывается роман. А вот случаи, когда знакомятся под видом интервью, встречаются значительно реже. Такая история как раз случилась с футболистом Владиславом Радимовым. Татьяна Буланова приехала взять у него интервью, а забрала покой спортсмена. Люблю и скучаю, рукая себя, давно понимаю. Нет лучше тебя, обид. Однажды в квартире Татьяны Булановой раздался телефонный звонок, который перевернул всю ее жизнь. Звонили из питерской газеты. Наша газета проводит такую рубрику, называется «Звезда, звездой говорит». Она заключается в том, что звезды театра киноэстрады берут интервью у звезд Зенита, футбола. Вот мы хотим ребятам сделать такое приятное, как бы они устают, ну какое-то как развлечение, какое-то отвлечение, возможно. Певица, не раздумывая, отказала газетчикам. К футболу она была равнодушна и в роли журналиста себя не представляла. Но из редакции настойчиво продолжали звонить. Оказалось, что капитан команды «Зенит» Владислав Радимов просил организовать встречу именно с Булановой. Потому что я, в принципе, начинал играть в футбол, ну на высоком уровне, там, в премьер-лике. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой! Владислав Радимов! Вот это бомб! Именно в тот же момент, когда Татьяна вышла, там, с первой своей песни, там, «Не плачь». И еще одна осталась ночь у нас с тобой. Конечно, мне было интересно, чем живет эта женщина. Интервью назначили на 21 июля. Эту дату Татьяна запомнила навсегда. Ведь в тот день ее жизнь круто изменилась. Перед предстоящей встречей певица не на шутку разволновалась и даже хотела отменить интервью. Боялась забыть не только подготовленные вопросы, но и имя своего героя. Я еще тогда помню, у всех знакомых спрашивала, вы знаете такого футболиста Родионова? Вот я у мужа, значит, у моей подружки Наташи, но у мужа Владика, у Вадика спрашивала. Вадик, ты знаешь такого футболиста Родионова? На дне рождения непосредственно, на что Вадик отвечал, такого нет футболиста. Я говорю, как же нет футболиста, такого капитана Зенитова? Он говорит, а, Родимов. Встреча прошла как нельзя лучше. Капитан питерской команды даже пригласил певицу на футбольный матч. Нет, сказать, что сразу что-то такое промелькнуло, точно нет. Другое дело, что пообщаться было очень интересно, занятно. И осталась какая-то недосказанная за то время, что мы общались. Знакомство, так как у них, оно как-то более располагает каким-то, не знаю, как минимум к узнаванию друг друга, да. Потому что всё равно интервью, ты задаёшь какие-то вопросы. Ну как-то, да, вы начинаете узнавать друг друга. У вас знакомство начинается, мне кажется, с очень правильных вещей. Вскоре между Булановой и Родимовым завязалась СМС-переписка. Настойчивое внимание Владислава казалось Татьяне забавным. Но разводиться с супругом и бросаться в омут с головой певица не собиралась. С Николаем Тагриным её связывали не только у забрака, но и рабочие отношения. Да, я была замужем. При этом я совершенно, как бы, как сказать, не собиралась там разводиться. Я думала, что, ну, какая-то игра, причём я даже никак не, я вообще такой человек, я не умею флиртовать. И не умею, вот, не то, что не умею, наверное, умею, но я просто не люблю это. И вот когда на стороне, там где-то вот муж, а на стороне, то есть у меня чёткие должны быть отношения. Либо есть, либо нет. Спустя полгода футболист набрался смелости и пригласил Татьяну на свидание. Мы встретились, но встретились мы тоже не наедине. Приехала дочь Влада от первого брака. И мой сын старший, теперь уже старший, тогда он был единственный. В тот день певица поняла, что её симпатия к Владиславу переросла в любовь. Во-первых, у неё засверкали глаза. И что приятно, значит, что я люблю эту пару, то что сверкают они её до сих пор. Когда Татьяна вернулась домой, то предложила супругу на время разъехаться. А через несколько месяцев она подала на развод. В первом браке я прожила 13 лет, официально. При этом у нас такой брак был уникальный, я считаю. У нас был разный бюджет абсолютно. У Коли свои деньги, у меня свои деньги. Если у меня кончались деньги, я могла взять у Коли в долг. Естественно, потом он в долг это забирал. То есть у нас совершенно, мы не были финансово никак привязаны друг к другу. И зато потом, когда мы плюс, не знаю, минус, мы расходились, нам нечего абсолютно было делить. Но впереди Татьяну и Влада ждало ещё одно серьёзное испытание. Сын певицы, старшеклассник Саша, поначалу выбор мамы не одобрил. Но Владислав сумел найти подход к подростку. Наверное, он тоже присматривался постепенно ко мне. Но я ему очень благодарен, что он очень сильно помог. Именно тем, чтобы войти в семью. И я думаю, что если бы его не было, у нас бы, может быть, было больше трений с Татьяной, и с её мамой. Я не разделяю ни старшего сына, ни свою дочь, ни Никита младшего. Для меня они все одинаковые родные. Сегодня Саша с отчимом лучшие друзья. А вот родного отца парень видит редко. Он в обиде на сына. К сожалению, он не общается с ребёнком. В общем, ну, там сложные очень такие ситуации, отношения. А мы с ним работаем, да, совершенно, в общем... По крайней мере, такие какие-то даже, я бы сказала, могут быть, родственные. Ну, родственные, может, не скажешь, наверное. Но тёплые точно могу сказать. Сегодня супруги видятся нечасто. Из-за гастролей Татьяна всё время в разъездах. Владислав же мечтает о горячем ужине и размеренном быте. Но пока привязать любимую супругу к дому ему не удалось. Ну, конечно, эти всякие гастроли иногда мешают и... И раздражают периодически. Конечно, хочется быть чаще с любимым человеком. Для меня она простая женщина. И даже один раз поймал себя на мысль, что она пела ребёнку какую-то колыбельную. Кладывала в спальню. Ну, думаю, хорошо поёт. А потом думаю, господи, ещё бы она плохо пела. Она же профессиональная певица. Недавно в жёлтой прессе появилась информация о предстоящем разводе звёздной Читы. Но Татьяна слухи опровергает. Певица уверена, что служебные романы самые долговечные. Ведь кроме любви супругов связали общие интересы.